Брёнгамфи Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационную программу «Время говорить». Коротко о главных сегодняшних темах. Кто там приехал? Самое высокое начальство прибыло сегодня в Рязань. Зарплата в отчётах и наяву. Губернатор потребовал проверки распределения зарплаты в образовательных и медицинских учреждениях. А теперь обо всём подробнее. Стало известно, кто из высоких гостей приезжает в Рязань. И Тартас публикует сегодня сообщение о том, что российский премьер Дмитрий Медведев проводит в селе Тюшево Рязанской области заседание Президиума Совета при президенте по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики. Для справки. Тюшево – это административно-хозяйственный центр Тюшевского сельского поселения. Живут здесь 1270 человек. Люди работают главным образом на производствах Рязани, а также в местном многопрофильном сельхозпредприятии. В селе расположен Тюшевский поселенческий дом культуры, школа, библиотека, два магазина и отделение связи. К другим темам. Не так давно тысячи автовладельцев, оплативших штрафы ГИБДД, внезапно обнаружили себя в списках нарушителей. Оказалось, на этапе передачи информации из банков произошел сбой. Таким образом, исполнившим требования грозной инспекции водителям, непонятно за что грозят серьезные санкции. Ну, ясно, что, как говорится, где-то сбойнуло, но бюрократическая машина так вот запросто перестроиться не может, а потому нервных клеток у бывших нарушителей сильно поубавилось. Тут ведь такое дело, что в самый разгар отпускного сезона могут и в аэропорту задержать. Да и в других проблем немало. Ходить по инстанциям, стоять в очередях, потрясать справками, доказывать, что ты не верблюд, врагу не пожелаешь. Помогает интернет. Так, за одну только неделю, в середине мая, водители написали 11 тысяч жалоб. А в апреле Госавтоинспекция России получила через сайт от водителей около 20 тысяч копий ранее оплаченных квитанций. Соответственно, столько же просьб убрать их фамилии из базы данных неплательщиков. Некоторые разъяснения по этому поводу дал в интервью нашей программе руководитель областного управления службы судебных приставов Николай Ромкин. Такая ситуация, она уже продолжается несколько лет. И Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации в лице нашего центрального аппарата неоднократно выходила с инициативами о том, что эту ситуацию надо коренным образом менять. Подобные факты были и у нас. Когда к нам на исполнение приходили постановления спецуполномоченных органов, в данном случае органов ЕБДД, мы вызывали должника, должник говорит, позвольте, я уже давно оплатил. И в случае, если должник нам представлял соответствующий подтверждающий финансовый документ, мы выносили постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства и возвращали указанные материалы в ЕБДД с разъяснением данному, так сказать, гражданину о том, что он имеет право в судебном порядке восстановить свою моральную репутацию. У нас в Рязани таких фактов не было, но по Российской Федерации подобные факты были, когда граждане обращались с претензией к органам ЕБДД. Чем это обусловлено? Обусловлено несовершенством несколько, так сказать, работы ведомств различных. Либо самих должников, вернее, нарушителей правил дорожного движения, в данном случае мы рассматриваем, которые не сохраняют финансовый документ. Продолжаем программу. Президент России Владимир Путин в ходе недавней прямой линии напомнил, что руководством страны поставлена задача в течение этого года во всех регионах довести уровень зарплаты учителей до средней по экономике. В настоящее время, пояснил тогда Путин, это уже выполнено в 15 регионах, а в 34 уровень достиг 90% от среднего по экономике. Дальше. За первые три месяца этого года зарплата врачей по отношению к тому же периоду прошлого года выросла на 16%. Медсестры и фельдшеры стали зарабатывать на 15% больше, рост зарплат младшего персонала также на 15%. Такие данные обнародовал Минздрав России. Это получается как с отменой выплат за донорскую кровь. Дефицит налицо, специалисты бьют тревогу, а тот же Минздрав рапортует донорской крови стало больше. Нонсенс налицо. Отметил это и президент на той же прямой линии. Так и с зарплатами медиков. Сразу в нескольких регионах прошли акции протеста по поводу фактического снижения зарплат в государственных и муниципальных поликлиниках и больницах. То есть это как же получается? Опять все наоборот. Минздрав признал проблему и назвал причины. Где-то слишком долго принимали необходимые нормативные документы. Где-то решения тарифных комиссий оказались недостаточно проработанными. Вот вам и здравствуйте. Что касается роста зарплаты учителей, то на статьи в официальных СМИ и на сайтах ведомств народ дает такие комментарии в интернете. Стилистика сохранена. Врут, как всегда. Это племянец на полторы ставки учителя русского языка и литературы. Зарплата 12 тысяч. Зато директриса похвасталась, что планирует потратить на праздники 60 тысяч. Еще комментарий. Как всегда. Я ем капусту, а начальник мяса. В среднем мы едим голубцы. Интересно, те, кто считает средней величины, сами-то живут где? На Марсе. Не видят, что вокруг делается? Другой отклик. Не очень понятно, почему среднюю зарплату считают таким странным образом, складывая выплаты начальников и подчиненных, а также складывая не только непосредственно заработную плату, но и те доходы, которые работник получает, трудясь сверх нормы. Как говорится, глаз народа – глаз божий. И этот глаз сильно отличается от того, что вещают ведомства. Не все в порядке в этом смысле и в нашей области. На вчерашнем заседании регионального правительства губернатор Олег Ковалев сделал соответствующее заявление. Особое внимание необходимо обратить на соответствие уровня зарплаты и категории каждого работника. Это раз. И второе, надо также выяснить, насколько правильно распределяются средства, выделяемые на оплату труда, между руководящим звеном в лице главных врачей, заместителей, заведующих отделениями и рядовых врачей, которые, собственно говоря, ведут работу. С тем, чтобы не допустить перекосов в этом деле. А если они есть, то нам их необходимо будет исправить, эти перекосы. Продолжаем программу. Вчера вечером в Рязани прошла семейная встреча. Провело ее отделение теологии РГУ. Таким образом, преподаватели и студенты решили провести своего рода ликбез по существующим и возрождающимся православным традициям, связанным с созданием семьи. Рассказывает Елена Вожакова. Праздник весны и любви, именуемый в народе Красной Горкой, на отделении теологии решили отметить в торжественной обстановке. Открыл мероприятие заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета имени Есенина Игумен Лука. Одним из гостей праздника стал ансамбль скрипачей камертон под руководством Елены Воробьевой. Выступление ребят стало настоящим подарком для тех, кто неравнодушен к живой музыке. Однако на встрече не только слушали музыку и смотрели отрывки из спектаклей. Шел серьезный разговор о самых острых семейных вопросах. Игумен Лука в интервью нашей телекомпании ответил на некоторые из них. Так он высказал свое мнение об усыновлении детей приемными семьями. Кафедра теологии предлагает немалые усилия, предлагает различного рода курсы и заочное образование, переквалификации на базе высшего, для того, чтобы люди ответственнее могли выполнять свои различные служения, но важнее всего, пожалуй, и родительское. Также руководитель кафедры теологии высказал свое мнение по поводу возможного появления у нас ювенальной юстиции. Это очень опасное движение с запада, поскольку предполагает, опять же, разрушение института семьи, который традиционно благодатен в нашей стране, который предусматривает послушание младших, старшим, любовь родительскую, искреннее попечение не только о материальном, но и о духовном развитии детей. Если будет безрассудно принято, в нашей стране принесет с собой очень много зла. И в завершение программы объявления в эту пятницу пройдет прямая телефонная линия с начальником областного управления Федеральной службы исполнения наказания Сергеем Анатольевичем Ушаковым. Он ответит на вопросы граждан, касающиеся деятельности уголовно-исполнительной системы. Вопрос можно будет задавать по телефону в Рязани 42-64-17. Напомним, прямая линия пройдет в пятницу 24 мая с 15 до 16 часов. У нас на сегодня все. Увидимся завтра в эфире телекомпания «Город». До встречи. Звучит песня «Город» «Город» Звучит песня «Город» Евгенияو Знают взрослые и дети о том, Как мы вкусно и душевно печем. Брян конфи, готовим вкусно словно мама Где бы ни был ты возьми с собой брян конфи Брян конфи, всегда уютно рядом с нами Приходи с друзьями в семью брян конфи Брян конфи, попробуй и ты